Сегодня я обращаюсь к прокурору Саратовской области, Филипенко Сергею Владимировичу. Я действую в интересах и по поручению своей подзащитной Салеевой Елены Павловны. Может возникнуть вопрос, почему через средства массовой информации? Почему мы напрямую в установленном процессуальном законном порядке? Объясню. Все чаще адвокаты вынуждены прибегать к средствам массовой информации для того, чтобы донести свои жалобы, свои обращения, свои доводы до конкретных должностных лиц Саратовской области, которые полномочены принимать по этому вопросу решение. Поэтому это вопрос скорее не к адвокатам, это вопрос к должностным лицам, которые установили такой порядок общения с теми же самыми адвокатами, что в итоге мы, наверное, будем выступать уже с инициативой и обращаться к депутатам, не вытянули с дополнительной законодательной инициативой, согласно которой средства массовой информации внести в качестве соответствующего промежуточного звена в Уголовно-процессуальный кодекс. Когда мы обращаемся к прокуратуре Саратовской области с жалобами на действия следователя, мы получаем отписки из соответствующих отделов о том, что жалобы перенаправлены следователю. Поэтому сейчас я обращаюсь напрямую. На карту поставлена человеческая жизнь. Жизнь, я здесь не употребляю громких выражений, это действительно так. Потому что если мы сравним статьи, санкции статей, которые предъявлены и по которой обвиняется моя подзащитная Салеева Елена Павловна, руководитель комитета по управлению имуществом города Саратова, допустим, со статьей, по которой обвиняется тот самый негодяй, который убил ребенка, то получится, что начальные санкции за одно и за второе действие у нас абсолютно одинаковые. От 8 лет, от 8 до 15 грозит моей подзащитной за те действия, которые я настаиваю, она не совершала. Это не обращение с просьбой оценить доказательства. Это требование принять конкретные, законные и обоснованные процессуальные решения в той стадии рассмотрения доказательств и рассмотрения дела, в которой оно находится. Мы не можем попасть в суд. Это основная проблема, которая возникла у моей подзащитной на сегодняшний день. Грубо нарушен ее доступ к правосудию. Я сейчас объясню, что у нас происходит. Вы, наверное, хорошо помните тот скандал, который возник 4 февраля 2019 года, когда избиралась мера пресечения в отношении моей подзащитной Елены Павловны. Дело в том, что на сайте прокуратуры Саратовской области рапорт о ее задержании и о расследовании коррупционного преступления появился практически за 2 часа до того, как следственным комитетом было проведено это действие. Это все было зафиксировано. Средства массовой информации отразили данный факт, данные обстоятельства. И, в общем-то, прокуратура Саратовской области выглядела очень своеобразно при оценке данного обстоятельства. Но, я думаю, все это было перекрыто для прокуратуры Саратовской области, для имиджевого удара, скажем, тем, что им удалось отрапортовать о том, как они борются с коррупцией в мэрии. Им удалось показать хорошую статистику перед комиссией, которая в этот момент приехала с проверкой деятельности прокуратуры Саратовской области и с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Поэтому все на тот раз обошлось. Но время шло. И из предъявленного обвинения, обвинение было предъявлено по статье 290 части 6, взятка в особо крупных размерах. Причем это обвинение основано было на них единственных показаниях Черновой, которая застройщица Черновой, печально известной, которая находилась и находится в настоящее время со статусом обвиняемой по предварительному следствию, возбужденному по тяжкой, особо тяжкой статье 290-й организованное преступное сообщество и целый ряд мошеннических действий, так только на основании ее показаний, которые свидетельствовали о том, что в период с 2013 по 2016 год за оформление разрешения на строительство, подчеркиваю, которому руководитель комитета по имуществу никакого отношения не имеет, это не входит в ее полномочия, не входит в ее обязанности. В 2013 году она вообще не работала в Саратове и в Саратовской области, а работала в Москве. В ее должностные полномочия не входят ни градплан, ни проведение слушаний, ни разрешение на строительство, о которых говорила Чернова в своих показаниях. Так вот, за якобы получение взятки в период с 2013 по 2016 год, за оформление разрешения на строительство и изменение вида разрешенного использования данного земельного участка, а речь, повторяю, идет о неосвоенном по настоящее время земельном участке, расположенном возле очистных сооружений, в заводском районе, который по большому счету никому не нужен, и который даже в аренду до сегодняшнего дня никак сдать не могут, якобы она совместно с другим обвиняемым по данному делу получила 20 миллионов. Когда получила? В каком месте получила? За что получила? И почему эта 290-я статья остается тайной, покрытой мраком? Но дело не в этом. Это как раз мы хотим разбирать в суде в результате непосредственного, детального и объективного исследования всех доказательств, как доказательств обвинения, которые, повторяю, нет в деле вообще, так и доказательств защиты, большая часть которых, в общем-то, и представлена теми самыми материалами дела. Что у нас произошло? 30 августа у нас истек год предварительного расследования, потому что дело в отношении неустановленных лиц было возбуждено еще в августе. Чернова, находясь в местах в следственном изоляторе, когда и была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, писала, писала, писала и писала, в том числе писала прокурору Саратовской области, писала в общественную палату, писала везде. И в результате у прокуратуры Саратовской области, почему я так настаиваю, что речь идет именно о статусе, вот об этом уровне прокуратуры, да потому что изначально это дело неформально курировалось прокуратурой Саратовской области. Я уже сказала о первом факте, который данное обстоятельство подтверждает. Кто впервые отрапортовал? Не прокуратура города, которая по существу осуществляет процессуальный надзор и который для утверждения обвинительного заключения поступило это дело 30 августа, спустя год после того момента, когда началось расследование по делу. Нет, не прокуратура города, а именно прокуратура области. Не прокуратура города, которая в течение 10 дней не смогла принять процессуальное решение, а именно прокурор области продлил прокуратуре города срок рассмотрения обвинительного заключения с 10 дней до 30 дней. Уважаемая прокуратура Саратовской области, у адвокатов, у защитников, у моих коллег возникала масса вопросов. Как вам за три дня удалось изучить 270 томов по автоподставам в отношении 17 обвиняемых, где каждое обвинительное заключение составляло 16 томов? И что особо сложного и особо объемного было в деле с Алиевой и другого обвиняемого, который привлекается по данному делу? Это дело состоит из 11 томов, и в них половина документов, представленных защитой, в обосновании невиновности моей подзащитной. Что же вы там изучали 30 дней? Итогом, что становится итогом? Итогом становится вынесение города, прокурором города Саратова, постановление о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного расследования. Это все бы то ничего. Дело в том, что дополнительное расследование вполне предусмотрено законом. То есть сам по себе наименование документа возражение не вызывает. Но возражение вызвал не только у защиты после ознакомления с данным документом, но и у следствия, и у следственного комитета области данное постановление. Потому что то, что там изложено, не свидетельствует о тех процессуальных нарушениях, о том, что прокуратура видит те процессуальные нарушения, которые, скажем, видит защита. Я уж думала, что прокурор города укажет Следственному комитету на то, что они 6 месяцев ходатайствовали об избрании меры пресечения Салеевой в виде домашнего ареста, и иных меры первоначально пытались ее под стражу заключить, забыв возбудить уголовное дело. Потому что постановление о возбуждении уголовного дела, оно появилось 6 августа 2019 года. 6 августа. А 30 августа, это замечательное дело из 11 томов, было передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. Единственное следственное действие, которое было с нами проведено, это повторен допрос ее в качестве обвиняемого. Ну, я думаю, что, может быть, и другого обвиняемого точно так же допросили. Но дело в том, что с другим обвиняемым такой ситуации нет. Такая ситуация только вот в отношении моей подзащитной. Так торопились отрапортовать, что забыли уголовное дело возбудить. Понимаете, это вообще нонсенс. Я-то уж думала, ну все, забрали карты у защиты, забрал прокурор, увидел процессуальное нарушение. Да что вы, ничего не увидел. Ни одного слова про вот этот печальный факт. И зато сколько слов. Оказывается, у нас госпожа Чернова сообщала, что она в свое время перечислила полтора миллиона рублей на расчетный счет РПЦ. Прокурор города не стесняется вот это вот писать в постановлении. Я стесняюсь спросить, какое отношение Салеева имеет к расчетному счету РПЦ, которому, я полагаю, имеет ограниченный круг людей, даже в самом РПЦ. Какое отношение Салеева имеет к расчетному счету РПЦ, если ей вменяют взятку? Взятка – это получение лицом денег лично. Они говорят, она лично получила. Что прокурор говорит, порасследуйте-ка вы и здесь. Какое отношение к этому имеет Салеева? Да порасследуйте на здоровье. А какое отношение это имеет к предъявленному обвинению? И почему препятствует нашему доступу к правосудию? Почему мы до сих пор не имеем права в таком случае, если вы не видите оснований для прекращения уголовного дела? Почему мы не имеем права прийти в суд и доказывать свою невиновность? Если прокуратура считает, что состав по предъявленному обвинению по 290 здесь есть. То есть, что это за безобразие? Аналогичное заявление делала Чернова и применительно к «Единой России». Она, например, заявляла о том, что «Единой России» они перечислили, и эти протоколы у нас имеются в материалах дела. И о них я говорила в суде, когда Елене Павловне пытались избрать меру пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следователя и по инициативе по большому счету при поддержке прокуратуры. Правда, прокуратуры города. Так, например, было заявлено Черновой, что они 1 миллион за выдачу разрешения на строительство по требованию администрации перечислили «Единой России». 21 мая 2018 года, не поленилась, на сайте «Единой России», регионального отделения «Единой России» была опубликована информация, что ими проведено собственное расследование. Проверены все поступления, и ни одного поступления от застройщиков Абасовой или Черновой или от аффилированных к ним лиц не поступало. Господа, почему же вы верите в данной ситуации, что «Единая Россия» все проверила и ей ничего не поступало, и почему вы не верите словам Салеевой, которая говорит, что не брала она никаких взяток от Черновой. Более того, по материалам дела, которые прокурор изучал аж 30 дней, абсолютно четко прослеживается, что там отсутствует время, место, все в неустановленное время, все в неустановленном месте. Но бог бы с ним. Пустите в суд. Пустите в суд, если ни один орган, ни следственный комитет, для которого очевидна отчетность, статистика, собственное благополучие для должностных лиц, хорошая репутация в кавычках перед вышестоящими руководителями и какие-то планы на дальнейшее назначение, значит больше, чем судьба человека. Ну действительно, что такое, с одной стороны, статистика, звезды, награды, грамоты, ну до поры до времени, потому что сколько мы их уже видели, таких, которые взлетев, падали низко-низко, и потом, находясь там же, куда они отправляли десятки людей, начинали говорить, как же так, право на защиту, конституционный суд, постановление пленума, и столько слов воспринимали, которые мы раньше всегда считали, что в их устах всегда выглядели ругательством. Все это до поры до времени. А с другой стороны, получается судьба какого-то человека, да? Ну что такое, ну одним человеком больше, одним человеком меньше. Я вам больше скажу. Вот это постановление, я не хочу его озвучивать, полагаю, что все это будет сделано в суде, куда нас пускать не хотят. Пускать, потому что все доказательства будут исследоваться детально. Озвучены масса фамилий живых и мертвых, действующих и бездействующих. А вот как бы прокуратура видит, что, возможно, что-то там происходило и у тех, более того, они высказывают предположение. Представляете, при предъявленном обвинении, в особо тяжком преступлении, за которое человеку грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, наша доблестная прокуратура предполагает, что, возможно, она это не для себя брала. Послушайте, давайте мы определимся, ей предъявлено, что она брала себе или не предъявлено? Ей предъявлено. Я заявляла ходатайство, допросите всех, поскольку в ее служебные полномочия не входит то, что ей вменяют. Допросите вообще всех, без исключения сотрудников, архитектуры, глав администрации, ну понятно, умерших нельзя, ну хотя бы живых и бывших и настоящих. Обращалась ли она к ним? Не отказывают. Отказывают по одному основанию. Уже все допрошены. Уже все допрошены. И ей не вменяют, что она кому-то передавала. Ей вменяют, что она взяла себе за этот злополучный участок. Тогда почему мы до сих пор не в суде? Значит, Следственный комитет, получив возврат этого дела, обжаловал в соответствии с разъяснениями, которые указаны в постановлении, что настоящее постановление может быть обжаловано следователем с согласия руководителя следственного органа, вышестоящему прокурору в порядке ст. 221 ч. 4 УПК РФ. Своим правом, это вообще редкая ситуация для Саратовской области, почти исключительная ситуация, следственный комитет города вышел на своего вышестоящего руководителя и, соответственно, вышестоящий руководитель, я так понимаю, за подписью Петрякина, уже только в адрес Филипенко, не какого-то его зама, подчиненного и так далее, была направлена соответствующая жалоба на данное постановление. Мы не можем почитать дело, мы не можем почитать жалобу, мы разыскиваем с Еленой Павловной это дело, потому что оно опять ушло в прокуратуру Саратовской области. Единственное, что мне удалось узнать, ну, прокуратура города, в общем, спасибо, она выполнила свои процессуальные обязательства, они мне выдали постановление, следственный комитет выполнил свои обязательства, и они мне сообщили, где хотя бы оно находится. Так вот, оно находится сейчас в прокуратуре Саратовской области. И я обращаюсь к прокуратуре Саратовской области, к тем должностным лицам, у кого сейчас на столе лежит это дело, это жалоба, я все понимаю. Но либо вы заявляете и указываете, даете соответствующие указания Следственному комитету, что по предъявленному обвинению у Салеева нет состава преступления, и ваши указания законны, и вам ничего не мешает исследовать расчетные счета РПЦ, проверять законность и обоснованность всех этих принятых решений, кто куда проверять все предположения, доводы, умозаключения вот этих вот самых застройщиков. Делайте все, что хотите в рамках процессуальных прав, но обеспечьте конституционное право Салеевой, либо на прекращение уголовного дела и ее реабилитацию по взятке, по катушным арестам, а сейчас под другими мерами пресечения, либо направляйте дело в суд, если вы считаете, что взятка в данной ситуации есть. И в суде на основании состязательности мы будем уже доказывать свою невиновность, потому что в противном случае это полнейшее беззаконие, и я понимаю, что они хотят сделать применительно к моей подзащитной. Они хотят это дело пустить по бесконечности, по кругу, как много дел, которые у нас сейчас расследуются по 3-4 типа, расследуются годом, то есть это будет ходить до бесконечности. Комитет по управлению имуществом — это структура в администрации, которая отвечает почти за все, что связано с имуществом, и они будут пытаться изо всех сил найти любые, любые, любые нарушения в действиях Елены Павловны только для того, чтобы обосновать незаконность возбуждения уголовного дела, незаконность привлечения ее к уголовной ответственности, незаконность содержания под домашним арестом и все остальные меры, которые были в отношении ее приняты. Поэтому срок у прокурора Саратовской области в соответствии с теми документами, с которыми меня ознакомил Следственный комитет, до 14-го числа. И я очень рассчитываю, что мне больше не придется через СМИ общаться с прокуратурой Саратовской области, потому что в противном случае мы с Еленой Павловной будем общаться лично уже в прокуратуре генеральной, потому что другого способа, наверное, каким-то образом достучаться до прокуратуры Саратовской области и заставить принять законные и обоснованные и честные решения, ну примите хотя бы по мужски какие-то решения, наверное, не существует. Спасибо, что у нас еще есть СМИ.